Сингента До этого года компания Сингента была сильна в основном лишь обработкой семян. И в названии компании вы видели вот такие вот интересные изменения. Сингента становится Сойгента. Что же это значит? А значит, это то, что начинается новая эра защиты СОИ. И эту эру начинает компания Сингента. Давайте же с вами посмотрим, почему Сингента становится Сойгентой. С 2021 года в портфеле компании появляется 5 новых продуктов. Некоторые из них, я уверена, вы смогли попробовать на своих полях. Это инокулянт Атува, Крузер Макс Технология, 22-й год, вас ждет новинка, Вайбранс Голд. После исхода выиграет гербициды, Флекс, Витблок Плюс, новинка и Вентус. Также в нашем портфеле появился первый фунгицид для СОИ компании Сингента, который называется Амистар Голд. Появился Квантис. Квантис это биостимулянт, агрохимикат, антистресс, который помогает культуре справиться с различными стрессовыми ситуациями. Помимо этого в нашем портфеле есть защита от насекомых, каратезион и очень важный элемент технологии, без которого сложно получить качественные урожаи. Это реглон Форте и реглон Эйр. Но это началось с 2021 года. Давайте же с вами вернемся лет на 10 назад. 2011 год. Площадь сева соя чуть больше 1 миллиона гектаров. И основной соесеющий регион это Дальний Восток. Но мы с вами помним, что происходит в 2014 году. Очень большой спрос, интерес в европейской части России, когда в Черноземье начинают сеять сой. И помимо Белгородской области, сой начинают сеять Курская область, Воронежская, Липецкая, Орловская. Начинается соевый бум. Соевый бум продолжается долгих 5 лет. 2019 год. Площади сева соя максимальные за всю историю России. Свыше 3 миллионов гектаров. Но что происходит потом? К сожалению, наши перерабатывающие мощности не были готовы к такому повороту. Потому что сырья много, а мощностей не хватает. Поэтому 2020 год показывает нам снижение площадей. Этот год площадь сева соя опять постепенно растет. 2,9 миллиона гектаров. При этом впервые в истории России европейская часть обогнала по севу соя по площадям Дальний Восток. В европейской части России учатся, умеют и хотят выращивать культуру. Почему? В первую очередь культура очень маржинальная. Как и все масличные культуры, сейчас цена на сою у нас очень высокая. И второй важный драйвер, который помог к увеличению, который является причиной увеличения площадей. Это перерабатывающие мощности. Содружество, Черкизово, строительство перерабатывающего комбината Черноземья. Все это говорит о том, что площади сева соя в какой-то момент будут расти. Но мы с вами понимаем, что земельный фонд ограничен. И все время расти мы не можем. Что же остается делать? Мы не можем все время расти в площадях, потому что есть севооборот, есть другие маржинальные культуры. Нам нужно переходить, чтобы снародить эти мощности, переходить на увеличение урожайности. Очень интересный момент. Площадь урожайности соя, среднестатистические, по России от 1,5 до 2 тонн. Но если мы посмотрим на заокеанские страны, там урожайности намного выше. За счет чего они могут это достигать? За счет элементов урожайности, за счет технологии, которая позволяет им получить такие урожаи. И я и мои коллеги с гордостью хотим представить сегодня элементы урожайности соли компании Сингента. Те препараты, которые помогут вырастить больше на одном гектаре. И сейчас я хочу передать слово моему коллеге Дмитрию Агиенко, который расскажет о первом этапе урожайности соя. Как получить здоровые дружные всходы, как помочь культуре дать азотное питание в критические фазы роста. Меня зовут Агиенко Дмитрий. Я являюсь руководителем портфеля защиты семян компании Сингента в России и странах Казбек. И сегодня я хотел бы рассказать, можно сказать, о двух новинках, которые представлены в нашем портфеле. Все вы прекрасно знаете такой продукт, такой продукт, как Максим Голд. Много лет его использовали и применяли как стандарт защиты семян в сои, да, потому что там находятся два нужных эффективных продукта, лодиоксанил и мифиноксам, которые обеспечивают, скажем так, стандартную защиту. Как сказала Евгения, уровень интенсификации сои постепенно нарастает и прибавляет, да. И прибавлять по площадям мы не сможем, как Бразилия, как Америка, Канада и так далее. То есть у нас единственный выход — это рост интенсификации, да, за счет чего мы будем достигать. И сегодня я хотел бы как раз-таки остановиться на двух продуктах. Это CruiserMax технология и АТУ и рассказать более подробно, что это за продукты, для чего они нужны, и какие проблемы, какие вызовы, новые вызовы они способны решать. Первый продукт CruiserMax, да, как вы знаете, технология, да, эта технология включает в себя фунгицидную и инсектицидную защиту. То есть если мы говорим с вами об фунгицидной защите, это три действующих вещества уже, да, включает, добавляется сюда новое действующее вещество по сравнению с Maximum XL, если там два, флодиоксанил и мифеноксан, то мы, соответственно, добавляем 150 грамм теминозола, которые расширяют, соответственно, спектр действия на фузариозы. Тем и так сам. В портфеле Сингенты этот продукт был зарегистрирован на сои довольно-таки давно, да, но так как проблематики, наверное, не было, да, и интереса к этой культуре не было, он выходил довольно-таки дорого для обработки сои, но при этом применялся практически на всех сельскохозяйственных культурах. Подсолнечник, кукуруза, зерновые культуры. Вот сейчас пришло как бы время для повышения интенсификации, соответственно, мы посмотрели, что у нас в портфеле есть этот продукт, он зарегистрирован, да, и, соответственно, мы решили его включить и сделать доступным для рынка. Для этого мы его объединили с фунгицидом Maxim Advance и упаковали в комбипак, который, соответственно, и предлагаем вашему вниманию. Что вместе два этих продукта дают, да, это не просто решение инсектицидное или фунгицидное, это технология, которая позволяет нам с вами адаптировать норму высева и не высевать дополнительные семена, да, а обеспечивать полную защиту от болезней и вредителей и таким образом оптимизировать норму высева на гектар. Многие из вас уже пользовались этим продуктом, видели его в своих полях, да, и действительно приходят к выводу о том, что этот продукт работает очень хорошо, да. Кроме того, что по фунгицидным составляющим, то есть зеленый, если мы посмотрим на, вот, скажем, эту паутину, да, по эффективности продуктов, то зеленая заливка, мы с вами видим эффективность действия в препаратах, хорошо вам известного, Максим Голд. Красной линией, да, прочерчена у нас, соответственно, эффективность фунгицидного продукта, такого, как и мы залил этибоконазол действующих веществ. И, соответственно, если мы смотрим с вами на голубую, да, заливку, то видим с вами эффективность препарата Максим Эдванс, соответственно, по различным заболеваниям, по активности и, соответственно, по смешиваемости этого продукта с инокулянтами. То есть мы можем смело заявить, что наш продукт Максим Эдванс, формуляция этого продукта адаптирована и подходит для смешивания с инокулянтами. То есть его можно также применять с инокулянтами. В чем особенность? Как вы видите, с правой стороны от вас группа фузариозов, то есть это расширенный спектр по контролю фузариозов, что особенно важно там, где у нас насыщенные зерновые севообороты. И, соответственно, это расширение плоскохитоза и контроль на ранних этапах развития септориоза, то есть до первого троечного листа, 150 грамм тембиндозола, способные контролировать развитие также септориоза. Кроме того, CruiserMax как технология позволяет нам получить более ранние, более дружные сходы. За счет чего? Теометоксам, помимо своих инсектицидного свойства, защиты от предителей, как вы знаете, обладает свойством так называемый вигроэффект, то есть эффект жизненной силы, который способствует более быстрому развитию растения, более быстрому делению за счет механизма действия, происходит более быстрое деление клеток и, соответственно, растение развивается быстрее даже в неблагоприятных или холодных условиях. То есть когда мы с вами сеем холодную почву, соя, она очень медленно прорастает, ей нужно минимум 6-7 градусов для прорастания. Если у нас холодная осень, то мы получаем очень долго сходы с вами. И чем дольше они получаются, соответственно, тем больше риск того, что само растение, проросток контактирует с той почвенной инфекцией, которая находится в земле, и, соответственно, есть больший риск поражения различными заболеваниями. Крузермак способствует получению более быстрых дружных сходов за счет как раз-таки своего действия за счет кеометоксама. В результате мы получаем растения, которые выровнены, более выровнены в целом на поле. Что нам дает выровненность посевов и получение более дружных сходов? В первую очередь такая культура обгоняет рост сорняков. Соответственно, мы можем с вами выйти в более раннюю фазу и не применять максимальной дозировки гербицидов. Растение будет в одной фазе, то есть не будет разных фаз, и, соответственно, будет меньше риск нанесения гербицидных ожогов для растений. Поэтому Крузермак способствует как раз-таки более сильному развитию, мощному развитию и корневой системы. Что, опять-таки, выгодно с точки зрения доступности влаги для растения. Когда мы с вами, наступает период в июне, наступает период засухи в регионе центр, нам нужна мощная корневая система, которая должна быть способна усваивать влагу из нижних слоев и, соответственно, потреблять те удобрения, которые мы вносили в почву. С Крузеромакс это, соответственно, происходит наиболее эффективно. Наш опыт в сравнении использовали эталон стандарт Maxim Gold. По результатам этого опыта в этом году по густоте мы получили по финальной густоте с Крузеромакс на 40 тысяч растений больше. Соответственно, большее количество бобов. Ну и урожайность по сравнению с антодартной фунгицидной защитой у нас была плюс 9,5%. Что, соответственно, дало нам по урожаю дополнительно 10 тысяч рублей прибыли. При цене, если мы с вами возьмем цену на сою, 50 рублей. Стоимость, да, при стоимости затрат 9900 рублей на тонну семян. Согласитесь, да, доход довольно-таки серьезный с одного гектара. Но также здесь отмечается и повышение протеина. Да, но я ни в коем случае не хочу сказать о том, что это прямое влияние Крузер Макс и любой препарат для защиты семян способен влиять на количество протеина. Я хочу сказать, что это, наверное, эффект от развития корневой системы, да, и более быстрого развития растения. То есть оно не ушло, когда наступила засуха, была более мощная корневая система, получило, соответственно, растение больше воды и, соответственно, что и отразилось на содержании протеина. Но, тем не менее, тот факт, что мы замерили после сбора урожая, да, протеина было на 10% больше, чем в стандартном сравнении с Максимом Голд. Второй продукт, о котором я хотел бы рассказать, наша новинка, которую мы два года выводили на рынок, да, наконец-таки получили регистрацию в этом году, успели даже на части полей в России применить этот продукт. Соответственно, что это за продукт? Биологический инокулянт Атува, инокулянт последнего поколения, который разработан по новейшей технологии, уникальной технологии производства, да, о которой я чуть позже вам расскажу. Что отличает этот инокулянт от других, присутствующих на рынке? В первую очередь, состав, да, бордеризобиум джапоникум, как и у большинства инокулянтов, применяемых на сое. Но отличает то, что в данном инокулянте содержится два штамма бактерий, не один, да, как у многих. Эти два штамма адаптированы к российским почвам за счет своей технологии производства. Один из штаммов хорошо себя показывает в засушливых условиях, что очень актуально для региона центр, да, то есть выживаемость в засушливых условиях таких бактерий, этого одного из штаммов, гораздо выше, чем у других инокулянтов. Второй инокулянт показывает себя очень хорошо при пониженных pH, да, то есть повышенная кислотность почвы. То есть мы, по данным наших ученых, коллег, которые разрабатывали этот продукт, данный инокулянт можно использовать при кислотности почв до 4,7. Второй момент — это высокий титр, да, титр этого инокулянта составляет 2 на 10 десятой степени. То есть если говорить о содержании количества бактерий в объеме жидкости, то это максимальное возможное количество бактерий, которые можно засунуть в 1 миллилитр жидкости. Произвести, добавить больше уже практически невозможно физически, да. Но второй момент, на который мало кто обращает внимание, — это норма расхода самого инокулянта. То есть у нас есть с вами там норма расхода 1 литр, 1,42 литра на тонну, да, у Атувы норма расхода 2 литра на тонну семян. Если мы с вами умножим 2 литра на тонну семян, 2 литра умножим на титр бактерий, то мы с вами получаем 40 миллиардов бактерий на тонне семян. Если возьмем упражнение с другим инокулянтом, то мы получаем 1,42 умножить на 1 на 10 десятый. Мы получаем порядок цифр гораздо меньше. Если брать инокулянты с титром 10 в девятой степени, то там получается картина еще хуже. Вопрос следующий возникает в голове. А зачем такой высокий титр? Зачем такое большое количество бактерий? Можно же взять и половинную дозировку и спокойно работать. Да, можно, но вопрос в том, что вы хотите получить. То есть вы хотите получить вариант, сработает или не сработает, тогда можно уменьшать. Но если вы хотите гарантированно получить высокий уровень инокуляции и инокуляцию именно центрального корня, там, где происходит наибольшая азотфиксация, то мы рекомендуем вам использовать как раз-таки полную дозировку. Потому что за счет только высокого содержания, высокого титра в районе корневой системы будет способствовать высокая инокуляция и продуктивная инокуляция семян. Второй момент — это время, когда мы начинаем высевать, особенно в больших хозяйствах, ограниченные по технике. Мы начинаем, обрабатываем семена заранее, высеваем в холодную почву, они у нас там месяц лежат. А еще корневой системе нужно развиться, пока корневая система не разовьется, пока не появятся корневые волоски, процесс инокуляции не начнется. Соответственно, задача такого высокого титра, чтобы в любых погодных условиях бактерии остались живыми и дожили до того момента, когда произойдет сам процесс инокуляции с корневой системой. Поэтому такой высокий титр. Еще одно отличие — два года хранения. То есть ни у одного из присутствующих инокулянтов на рынке нет такого срока хранения инокулянта. То есть у нас гарантированный срок хранения — два года. Но, естественно, вы знаете, что есть для всех инокулянтов, это живые бактерии, для них всех есть ограничения по хранению. То есть это положительные температуры до плюс 25 градусов без доступа прямых солнечных лучей. Минимальная температура плюс 5 градусов. То есть его нельзя замораживать. Мы проводили, сразу скажу, что проводили уже испытания и замораживали этот продукт ненадолго, там на сутки. Затем, соответственно, делали высев чашки Петри и замечали, обращали внимание, что бактерии выживали. Но мы, соответственно, не можем рекомендовать вам этого, то есть замораживать этот продукт не стоит. Весь наш продукт идет в рефрижераторах и хранится на складах компании Сингента, соответственно, также отапливаемых. И то есть соблюдаются все необходимые условия по хранению. Еще одно отличие — это слипаемость семян. Очень часто слышим претензии от клиентов в том, что семена в бигбегах, особенно когда упаковываются, они слипаются при использовании того или иного инокулянта. Отличие от ТОВы в том, что норма расхода протектора в самом протекторе первая, и во второе — это в норма расхода. Норма расхода протектора — 0,5 литра на тонну. И в этом протекторе содержится не только сахара, который приводит к слипанию, в первую очередь, но и набор различных солей. Поэтому этот протектор является и питательной средой, и защитой бактерий, и также удерживает бактерии на семенах от осыпания. От ТОВы мы проверили и со всеми нашими продуктами. И можем сказать, что данный продукт можно смешивать и с Maximum Gold, и с Maximum Advance, и с Cruiser. То есть формуляции всех наших продуктов для защиты семян безопасны для использования с инокулянтом От ТОВы. От ТОВы можно использовать в качестве воды. Да, в баковой смеси. Но важно отметить, что, естественно, это бактерии, которые, когда мы вскрываем упаковку, они начинают гибнуть. И, соответственно, чем дольше у нас инокулянт находится в агрессивной среде, тем быстрее они гибнут. После того, как, соответственно, происходит высыхание рабочего раствора на семенах, инокулянт с протектором объединяются, и, соответственно, высыхают, и гибель уже не происходит. В дальнейшем такая активная, как в баковой смеси. Но мы в любом случае рекомендуем при приготовлении рабочей жидкости наносить препарат, то есть использовать рабочую жидкость в течение 4 часов. То есть не оставлять на ночь, как любят это часто делать, а вырабатывать, соответственно, до окончания рабочей смены. Инокулянт можно использовать в качестве воды, вместо воды. Все мы знаем, что на сою нельзя лить много жидкости, да, это в том числе приводит к слепанию. Поэтому мы рекомендуем использовать рабочий раствор 6-8 литров на тонну, в зависимости от того оборудования, которое у вас имеется, чтобы обеспечить хорошее качество обработки. Но можно не добавлять воду, а тубу можно использовать вместо воды, смешивать ее напрямую с препаратом. Ну и, соответственно, этот продукт позволяет нам снизить от 10 тысяч рублей на гектар. То есть при использовании стартовых дозировок азота мы рекомендуем максимум 15 килограмм действующего вещества использовать при серии, не более. Потому что дальнейшее увеличение азота в почве приводит к снижению потенциала растения, желания растения на проведение инокуляции. Потому что это очень энергозатратный процесс для растения, да, и если она будет сыта, то есть азот в этом случае является фастфудом, да, готовая форма, ничего не нужно делать, не нужно работать, она просто не будет проводить инокуляцию. Соответственно, поэтому мы рекомендуем использовать не более 15 килограмм. Ну и, соответственно, даже если вы дадите 100 килограмм, да, у вас потребление этих удобрений идет в течение месяца полутора максимум. А дальше, когда начинается цветение, бутонизация, соответственно, у нас имеется высокий дефицит у азота. В случае с инокулянтом мы с вами получаем, соответственно, необходимый азот в течение всех, всего периода вегетации, да, и любой высокоэффективный инокулянт способен обеспечить сою до 80% всего азота. Мы с вами это понимаем. Про технологию производства инокулянта, да, мы производим технологию, заключается в том, что мы помещаем бактерии в реактор, то есть есть определенный вот такой реактор, в который помещаются бактерии, помещается, соответственно, питательная среда, где создаются комфортные условия, да, для размножения этих бактерий. Если мы говорим про производство инокулянта от обод, да, то мы внутри себя даже называем это такой спецназ, который мы выращиваем. Почему это спецназ? Потому что мы при производстве, при выращивании их, да, мы повышаем, понижаем температуру до максимальных и минимальных значений, мы изменяем уровень pH и мы меняем давление. В результате мы получаем бактерии, которые самые сильные, да, и изменение давления позволяет нам увеличить клеточную стенку. И вот эта вот клеточная стенка как раз-таки позволяет бактериям дольше лежать и находиться в неблагоприятных условиях, нежели чем у других инокулянтов. Соответственно, поэтому выживаемость этих бактерий гораздо выше. У меня на этом все. Спасибо большое за ваше внимание. На июле отвечаю за СЗР на подсолнечники и сои. Количество спикеров сегодня на нашей презентации еще раз подчеркивает важность и значимость данной культуры для нас. И как бы идут обновления портфелей во всех категориях. Сейчас мы рассмотрим гербициды, которые по праву являются одним из важнейших звеньев защиты сои, потому что я думаю, ни для кого не секрет, что без гербицидов невозможно получить урожайность и потери могут быть критические. Что касается нашей линейки защиты сои гербицидной, то присутствуют все элементы, все гербициды, начиная от почвенных гербицидов, которые, конечно же, всем хорошо известны. Это такие бренды, как Dual Gold, GizaGuard и Guarda Gold. И заканчивая нашими диссикантами, это Reglon Air и Reglon Forte. Но я думаю, что с этим все многие уже знакомы, поэтому сегодня, внимание, хотелось бы сосредоточить на новинках в послевсходовом сегменте. За 2021 год у нас появилось аж три новых новинки. Пока рынок не очень хорошо их знает, но у нас уже за это время накоплен большой опыт применения, потому что исследовательскую, поисковую деятельность мы начали заблаговременно, то есть проводя опыты предрегистрационные в специальных институтах, аккредитованных для данного вида работ. Что касается первого продукта, о котором хотелось бы рассказать, это продукт VidBlock+. Он появился на рынке в 2020 году, и Сингента занимался выведением на рынок в 2021 году, то есть уже в 2021 году получены данные обширные применения производственного. Чем интересен данный продукт? Данный продукт содержит в себе два действующих вещества. Это из класса имидозаленонов и так называемые фопы. То есть два действующих вещества, обладающие различным спектром действия. Одно вещество больше, скажем так, кросс-действия, это и двудольные злаковые страники. И второе вещество, скажем так, граминицид, противозлаковое действующее вещество. И таким образом комбинация двух этих действующих веществ позволяет уничтожать спектр из лаковой и двудольной растительности. Как бы это одно преимущество. Также второй момент. Данные два действующие вещества обладают различным механизмом действия. Что касается действующих вещества из имидозаленонов, это имидозаленонов. У него есть действие листовое и почвенное. И второе действующее вещество, у него системное действие, листовое действие. Из преимуществ данного продукта хотелось бы отметить широкий спектр активности. Это контроль двудольных и злаковых страников. Дальше длительный период защитного действия за счет остаточного действия. Потому что имидозаленонов имеет почвенное действие и, соответственно, действует длительно. Но, опять же, если он попал, скажем так, на почву. И во многих влажных условиях действительно это свойство себя оправдывает. Например, в условиях Дальнего Востока. И, соответственно, благодаря данному свойству происходит более длительный контроль. Ну и следующий момент. Это длительный интервал внесения от сходов до двух троечатых листьев. Официально так прописано в рекомендации. Ну и тоже за счет данного интервала данный продукт успешно и удачно вписывается в схемы защиты сои. Ведь блок плюс, в принципе, самодостаточный сам по себе. Он применяется и в чистом виде, в широком диапазоне норм расхода на сои. Это от одного и двух до двух литров на гектар. И, в принципе, эффект от применения данного продукта очень хороший. В 2021 году испытывался, начиная с нечерноземки и заканчивая Дальним Востоком. То есть самодостаточный сам по себе. Но также о чем хотелось бы рассказать, это о так называемом комбинированном применении данного продукта с другими нашими продуктами. В частности, с Гарда Голд. И вот данная схема Гарда Голд, защита сои, довсходовое применение. И потом уже, по мере того, как появляются растения в интервале двух-трех-трочатых листьев применения послевсходного гербицида, пролонгируют гербицидную защиту. И таким образом происходит длительное закрытие сои от сорняков. То есть именно данная схема, я думаю, что те, кто занимается соей серьезно, прекрасно понимают, что необходимо использовать почвенные гербициды. Но сами почвенные гербициды, естественно, тоже имеют ограниченный период действия. Поэтому добавление данного продукта, оно, конечно же, имеет смысл и пролонгирует защиту. Как я уже сказала, опыты проводились в различных территориях Российской Федерации. Ну, здесь вот, раз мы находимся с вами в Краснодарском крае, подобрали опыт из Краснодарского края. То есть применялся Гарда Голд в дозировке 3,5 литров на гектар. И затем, значит, позже в фазу двух-тройчатых листьев сои вносился вид блок уже в пониженной дозировке. В дозировке 1,6 литров на гектар. И как бы, то есть это очень важно, что за счет такого комбинирования в дальнейшем можно будет снизить норму послевсходного гербицида. И, соответственно, как бы стресс на сои будет меньше. И как бы вот данная схема во всех регионах дала существенную прибавку. Вот в Краснодарском крае 21,6. Ну, на контроле видно, что там даже говорить не о чем. Вот, и в принципе, это же действие наблюдалось и в других регионах. То есть эта схема как бы идеальная. И там по сравнению с соло, с одиночным применением почвенников, тоже она смотрится в более выигрышном положении. Ну, таким образом, вот мы посмотрели с вами на один продукт, вид блок плюс. Он, скажем так, в целом, да, гербициды и медозаленоновые группы применяются на территории Российской Федерации. Но, скажем так, достаточно ограничены. Ну, потому что есть у них как свои плюсы, так и, скажем так, свои минусы. Поэтому это не массовое такое применение, не массовый сегмент. Хотя, кто знает их, да, там успешно встраивают свои схемы, те находят преимущество. Вот, но в дальнейшем, да, хотелось бы рассказать о других гербицидах, потому что есть у нас еще новинки, которые, скажем так, из послевсходного сегмента, да, уже из другой группы, которые применяются более массово. Скажем так, в целом на рынке они представлены более массово, да, это бентозон-содержащие продукты и так далее. И, соответственно, наш вывод, наши дальнейшие новинки, они именно в том сегменте, послевсходовом, противодвудольном. Новинка номер два — это гербицид «Флекс», который зарегистрирован был в 2021 году, в марте. Мы успели его завести, и, в принципе, он достаточно, ну, такие уже неплохие количества применялись на Дальнем Востоке в этом сезоне. Ну, в других частях России тоже, но, конечно же, более широко на Дальнем Востоке. И, таким образом, у нас не было задачи как-то очень массово приземлить в первый год, а интересно было посмотреть и оценить в хозяйствах. Что касается данного продукта, то, конечно, ко времени его появления мы очень много о нем знали, потому что проводили опыты в институте на Дальнем Востоке, во ВНИ, которые аккредитованы, делать регистрационный опыт и, соответственно, проводить испытания с продуктами. Были у нас, как бы, такие поисковые работы по испытанию продукта, испытания его в разных дозировках, испытания с партнерами. И, соответственно, ко времени появления продукта очень много информации было уже известно. Но, тем не менее, как обычно, когда продукт выходит на рынок, интересно посмотреть именно в хозяйствах, в реальных хозяйствах. Данный продукт относится к классу действующего вещества дифенилэфиров, преимущественно поглощается корнями, вернее, листьями, частично корнями, и механизм действия ингибирует фотосинтез в растениях. И гребицид контактный, с очень ограниченной такой флоемной активностью. О каких преимуществах данного продукта, о каких важных преимуществах продукта хотелось бы рассказать. Как я уже сказала, продукт послевсходовый противодвудольный. И контролирует основные двудольные сорняки, присутствующие в посевах сои. Здесь не прописаны базовые сорняки, такие как мария, щерица, но прописаны сложные сорняки. Это акалифа, камелина, которые присутствуют на Дальнем Востоке. Если брать для юга более популярные сорняки, это амброзия. Если брать регион-центр, то такие сложные проблемные сорняки, как, например, послен черный, опять та же самая щерица. То есть против всех этих сорняков у флекса отличное действие. То есть очень сильный гербицид, который действительно эффективно подавляет сорняки. Действующее вещество с выраженной контактной активностью. То есть соя после применения, да, есть угнетение у сои, но за счет того, что нет системного действия, то есть не угнетает системно, соя восстанавливается. И чем, скажем так, чем лучше осадки есть, тем, конечно же, восстановление сои идет быстрее. На Дальнем Востоке гербициды подобного спектра действия, скажем так, применяются, поэтому это не проблема, соя восстанавливается. Что касается других регионов Российской Федерации, то интерес к данному продукту тоже есть. Есть применение такое уже первое пошло, и, скажем так, будет дальше и дальнейшее применение. И сейчас уже там очень много вопросов по контролю таких проблемных сорняков, как падалица подсолнечника, и, соответственно, контролирует любую падалицу подсолнечника, относящуюся к любым группам. То есть вот эта вот ниша продукта. Имеется остаточное почвенное действие на некоторые сорняки, например, на амброзию, на щерицу. И тоже, особенно когда влажно, если продукт попадает на почву, это действие проявляется. Хорошая совместимость со многими гербицидами, то есть во многих случаях с партнерами рекомендуется применять, это с тифенсульфуронами, с теми же самыми имидзеленонами, с граминицидами. В данном случае у нас получены хорошие результаты с нашим граминицидом фюзилатфорты. Фюзилатфорты, да, то есть, конечно же, там не массово, больше для Дальнего Востока мы рекомендуем такую схему. В других регионах лучше последовательное применение, то есть не мешаясь с граминицидами. Но там, где условия позволяют, и влажный сои быстрее восстанавливается, то вот эта вот схема отлично себя показывает, и тогда не нужно добавлять неионный паф. То есть хороший, сильный гербицид, где необходимо сильное действие против проблемных сорняков. И продукт, да, он испытан в условиях Черноземья, испытан в условиях Дальнего Востока, что как бы тоже очень важно. То есть мы к моменту выхода продукта, у нас была большая-большая база испытаний, то есть продукт действительно, ну как бы вышел уже, скажем так, подготовленным. На нашем сайте, на YouTube можно найти большое количество роликов по Флекс, когда сельхозначали, сельхозтоваропроизводители говорят о проблематике, что важно в контроле, в послесходовом контроле. Далее вот как раз институт в городе Камень-Рыболов рассказывает ученый Вадим Николаевич Марховец о испытаниях данного продукта, и как бы тоже делится опытом, рассказывает, что понравилось во Флексе, да, что нового данный продукт привнес в защиту соеву. То есть можно будет посмотреть, если интересно. И, как я уже сказала, да, вот хорошие опыты получены в результате совместного применения Флекса с физиоладом Форте. В данном случае, когда такая смесь, да, не нужно добавлять неон и паф, вот, но, как бы, как бы, как один из иллюстраций совместимости Флекса с партнерами, как бы, ну, конечно, больше это применимо для условий Дальнего Востока, потому что в других случаях, где будет засушливо, то, ну, может быть, угнетающий носой, потому что, поэтому, как бы, в целом мы придерживаемся стандартных правил, то есть последовательное применение граминицида после. Ну, то есть такая, как бы, инновационная схема и интересная, да, то есть такой тоже может, имеет место быть. И в данном случае не нужно добавлять павы. И третий гербицид, третья новинка. Регистрация получена буквально вот-вот, это 20 октября, это гербицид Эвентус. Вот гербицид Эвентус, то есть аналогов данного гербицида, то есть подобных сочетаний на рынке нет. Данный продукт Эвентус, да, бентазон с кламазоном, то есть в свое время, ну, как бы, история, да, создания продукта такова, что часто кламазон добавляли к бентазонам, да и к другим продуктам для усиления действия по некоторым сторонникам. И в данном случае, что дает это сочетание, да, то есть оно дает превосходный контроль Маре, то есть за счет того, что добавлен кламазон, осуществляется прекрасный контроль Маре, то есть Маре в фазе восьми листьев, она просто испепеляется, она просто вот лежит, у нас были предрегистрационные опыты, и это доказано. Какие преимущества основные? То есть это контроль основных двудольных сорняков, присутствующих в Маре, присутствующих в СОИ, усиленный контроль Маре, ну, по сравнению со стандартными схемами, которые сейчас применяются на СОИ, это бентазон с тифенсульфроном, то есть контроль Маре сильнее в данном случае, там Маре, уничтожается Маре в большей фазе, и, соответственно, как бы, ну, вот, есть запас прочности по данному сорняку. И также, если рассматривать спектр, еще одно важное преимущество, осуществляется контроль некоторых однолетних злаковых сорняков, в частности, куриная проса. У нас тоже проводились передрегистрационные опыты, и на поле, где была куриная проса, то есть сорняк был уничтожен. То есть имеется небольшой контроль из лаковых сорняков, не всех, конечно, но некоторых. То есть достаточно распространенный сорняк, поэтому тоже может быть интересно. Второй момент — это высокая селективность к СОИ, но я думаю, что не случайно вот эта смесь, ну, в целом, бентозон, содержащий продукты, любимый в целом в России, да, оно особенно любимое и в Центральном Черноземье за их мягкость к СОИ. То есть в данном случае продукт за счет того, что к нему добавлен кламазон, ничего не потерял, то есть, в принципе, селективен к СОИ, мягок к СОИ, то есть продукт нежесткий для СОИ. Какое еще третье основное преимущество — это отсутствие последействия. То есть в целом вот это очень многих аграриев волнует, да, вопрос последействия. То есть в данном случае нет последействия, в свидетельстве ничего такого нет. Ну и в целом вот это вот содержание кламазона, оно достаточно для того, чтобы усилить контроль по мари, добавить эффективности бентозону, но не сказывается на последействии, то есть продукт можно высевать любые культуры. Ну и в целом все другие преимущества, которые есть уже у бентозонов, да, у ивентуса присутствуют. То есть это, ну, как бы я уже сказала, мягкий СОИ, кроме того, это как бы импортное производство, продукт импортный, зарегистрирован, у нас будет там к реализации доступен к продаже в этом сезоне. Мы, конечно же, хотим его попробовать как можно в большем количестве хозяйств, для того, чтобы у всех сложилось впечатление. У нас уже она сложилась, чтобы и у всех остоваропроизводителей. Мы ищем партнеров из своего списка, хорошие результаты получены при добавлении флекса к ивентусу в сниженной дозировке, то есть усиливается контроль по щерице. Также у нас были опыты при смешивании ивентуса с видблоком, ну и там тоже, то есть осуществляется контроль и двудольных, и злаковых сорняков. Ну и, соответственно, как бы в сезоне тоже, там, когда наши торговые представители будут общаться, да, то есть будут предлагаться вот такие схемы, потому что теперь у нас есть весь арсенал гербицидов, и, в принципе, они закрывают основную проблематику на сои. Ну вот и все, и мы переходим к следующему элементу урожайности, к формированию урожайности, это фунгициды, регуляторы роста, и передам слово Евгения. Смотрите, мы с вами прошли два этапа. Первый этап базовый, да, когда мы высеяли семена, у нас здоровые дружные всходы, все, кукультура дошла до определенной фазы, она становится менее чувствительной. Потом мы с вами применили, вот вторым этапом мы с вами применили эффективные гербициды. Культура стоит чистая, более чистая, ну, казалось бы, расти и радусь. Что еще нужно культуре? Но давайте посмотрим, что вообще происходит в стране, что происходит в статистике. На данный момент сейчас соя реализует только 30-50% своего генетического потенциала, потому что потенциал сортов, к примеру, в НИИМК, почти 6 тонн гектара. Потенциал сортов зарубежной селекции, да, возьмем, там, всем известный прогрейн, практически 6 тонн с гектара. Но давайте посмотрим, какая же реальная урожайность в стране. Вот это средняя урожайность сортов в стране от 1,5-2 тонны на гектар, в зависимости от региона, в зависимости от сорта. В текущей урожайности этого года вот сейчас убрано 4,9 миллиона тонн сои. При этом 2,9 миллиона гектаров сои выяснили. Если провести простую калькуляцию, текущая урожайность в стране 16,5 центнера на гектар. Мы опять находимся с вами в этом диапазоне, причем немного сдвинувшись вот к левому краю. Что же является причиной? Потому что уже практически все применяют обработку семян. Обязательным элементом является обработка против сорняков гербицидами. Но почему мы не можем вырастить такую сою, которую выращивают в Латинской Америке или в Северной Америке? К сожалению, очень много факторов риска влияют на урожайность. Вот если мы с вами посмотрим влияние стресса на урожайность. Наводнение жара почти треть урожая забирает. Мой любимый Дальний Восток, вы сидите, киваете, потому что наводнение очень часто причина, когда сои не получают урожай. Если мы возьмем центральную Россию, центральный регион, вот жара, засуха, что в этом году творилось? Страшнейшая засуха, об этом мы тоже с вами поговорим. Повреждения и, к сожалению, гербициды тоже очень влияют на урожайность. Почему это происходит? Потому что схемы жесткие, но без гербицидов сою не вырастет, потому что она растет медленно, культура очень нежная, чувствительная. Мы с вами знаем, что нужно применять гербициды, но при этом мы с вами снимаем очень много урожайности. Я думаю, многие из вас знакомы с таким явлением. Абортивность сои, абортивность цветков. В этом году очень сильная абортивность была в той же европейской части России, вот в частности Белгородской области, стояла невероятная жара и засуха. И вот общались с клиентами, говорят, теряет цветки, сбрасывает цветки. Естественно, потому что что делает культура? Ее основная задача какая? Не дать больше урожай, а просто состояться как родитель и дать потомство, потому что чтобы дать свое наследство на следующий год. А какой там будет урожай, ей не важно. Поэтому все, что лишнее, если ей не хватает микроэлементов, не хватает почвенной влаги, она сбрасывает, как все лишнее, сбрасывает весь балласт. И получается так, что практически до 70% идет сброс цветков. И в этом году, к сожалению, много в Центральном Черноземье не добрали по этой причине, из-за сильной абортивности. Какие же причины абортивности соя, помимо того, что засуха и жара? Это нехватка микроэлементов, нехватка макроэлементов. Недостаток борацинка, снижение биодоступности фосфор, кальций, молебден. При сильном поражении болезнями и вредителями соя тоже зачастую сбрасывает цветки. Но помимо того, что сбрасывает цветки, еще также может сбрасывать и сами бобы. Сброс бобов доходит тоже до 40%. У нас есть решение, которое помогает нивелировать влияние стрессовых факторов. Есть те факторы, на которые мы повлиять с вами не можем, но есть, на которые мы повлиять и можем. И одни из них как раз относятся у нас за сухожара, если мы применим продукт заблаговременно. К примеру, вот очень простой пример. Вы собираетесь выйти на улицу. Прогноз погоды не смотрели, на улице январь месяц. Я не беру Краснодар, в Краснодаре тепло. Но если мы возьмем что-то посуровее, посевернее и похолоднее. Если выйти из дома так, как есть, через 20 минут, ну может наступить обморожение. Но если мы с вами оденемся, у нас будет шапка, куртка, варежки, и при этом мы выйдем на улицу, мы знаем, там неблагоприятные факторы среды. Но при этом заблаговременно, когда мы себя подготовили, мы готовы к разным условиям. То же самое и здесь. Мы с вами зачастую знаем, что наступают неблагоприятные факторы среды. Мы с вами смотрим прогноз погоды. Поэтому любой агрохимикат, так же, как и фунгицид с физиологическим действием, его нужно применять заблаговременно. Какие частые причины этой абортивности? Недостаток микроэлементов и сильная засуха. Если мы с вами посмотрим на основные риски для урожая сои, они здесь представлены по фазам развития. Начальная фаза роста, чувствительность к гербицидам. Оно и понятно, потому что гербициды мы принимаем в начальную фазу роста. Потому что культура растет долго. Нам с вами нужно снять конкуренцию за воду, минеральные вещества. Еще какие у нас есть риски? Когда повышенная кислота из почвы, либо когда у нас недостаток почвенной влаги, когда засуха одним словом, у нас происходит чувствительность к недостатку определенных микроэлементов. До фазы цветения – это фосфор, магний, марганец, инк и сера. До фазы образования бобов у нас увеличивается чувствительность к недостатку бора, если высококислотность почвы или, опять же, засуха. Очень важный элемент в момент созревания – калий. Но при тех же условиях уменьшается его доступность и увеличивается такая критическая фаза соя для этого элемента. Но мы с вами можем на эти риски повлиять. Есть те, на которые влиять не можем, но чувствительность к гербицидам, нехватка микроэлементов – на них мы повлиять можем. Как я уже сказала, уже сделала анонс на белом слайде про квантис, можете сейчас прочитать, что квантис – это продукт природного происхождения. Он получается при ферментации сахарного тростника и дрожжей. Обогащен микроэлементами, обогащен макроэлементами, обогащен аминокислотами, важнейшими аминокислотами. Там не все аминокислоты, которые есть. Мы подбирали специальные аминокислоты, которые важны для синтеза белка. Какие преимущества? Первое – снятие гербицидного стресса. Это очень важно. Мы покажем опыты, которые были заложены в этом году. Снижает воздействие засухи и других негативных факторов, но нужно применять заранее. Это как шапку надеть. Это нужно делать заранее, а не когда уже отморозили уши. Согласитесь. В чем еще преимущество квантис? Из-за того, что он продукт природного происхождения и состоит из коротких пептидных цепей, он методом простой диффузии, он легко проникает в растения. И растения не затрачивают свою энергию на поглощение данного продукта. Посмотрите, пожалуйста, это опыт этого года, гербицидный опыт и квантис. Смотрите, агроцентр Липец, 2021 год. И там, и там применили гербицид на основе бентазона и мазомокса. Здесь спустя три дня слева не обрабатывали квантис, то есть просто был гербицид. Здесь спустя три дня обработали квантис, один литр на гектар. Спустя месяц посмотрели посевы. Это разница в виде соя. Растение зеленое, листовая пластинка крупная. Растение было гораздо выше, чем там, где квантис не применяли. Очень важный момент, когда применять квантис с гербицидом, и когда мы применяем квантис, когда просто стресс абиотический. Если абиотический стресс, нужно заранее. Если мы с гербицидом, есть несколько вариантов. Либо до, либо во время, либо после. Когда лучше? Лучше применить пару дней после. Почему? Потому что если вы примените до, помимо квантиса, что еще на поле может быть? Какой-то сорнячок. Вы его тоже подкормили, он тоже сильный. А потом вы применили гербицид. Фиккин из гербицидом может быть поменьше. Также, если мы применили совместно. Это удобно, потому что меньше прохода опрыскивателя. Это легче. Но если мы применили совместно, сорняку тоже лучше от этого. Когда мы применили спустя 3 дня после, когда мы применили, мы подействовали гербицидом на сорняк, и соя еще не находится в глубокой фазе, когда она осидит. Ее в это время еще можно вытянуть из оцепенения, вытащить из оцепенения. Поэтому, когда мы применяем квантис, и мы знаем, что у нас жесткая гербицидная схема, нужно применять спустя несколько дней после. Еще хочу поговорить с вами про один элемент технологии. Это фунгицид Амистар Голд. Амистар Голд – продукт, состоит из двух действующих веществ. Азоксистрабин и дефеноконазол. Это первый фунгицид, компания Сингента, разработан специально для пропашных культур. Он зарегистрирован для четырех пропашных культур. Его вы не найдете на зерновых. Это не экстра, это голд. Какие культуры? Соя, нут, сахарная свекла и подсолнечник. Почему? Потому что формуляция Амистара Голд специально добавлена прилипатель, который помогает капле удерживаться на листе, который способствует быстрому проникновению. Потому что, если мы возьмем, к примеру, очень часто вопрос, а чем разница экстра и голда? Разница состава. И разница в том, что в Амистаре Голд содержится дефеноконазол, который является профи по листовым пятнистостям. Здесь я говорю про Амистар Голд, показываю немного со стороны физиологии. Потому что заблаговременное применение фунгицида физиологическим действием за счет азоксистрабина помогает справиться также со стрессовыми условиями. Чуть позже я покажу результаты урожайности, когда болезней не было совершенной. Это были болезни. Это Дальний Восток. Это регион, где болезни на сое многодет. Септериоз начинается уже на примордиальных листьях, что в центре зачастую еще и не снилось. Саркоспороз. Пурпурный саркоспороз. Аскохитос. И другие заболевания. Здесь применяли, здесь не применяли Голд, здесь применили Амистар Голд. Что интересно, хотя продукт применяется, основная фаза для обработки – это цветение, бобообразование, но благодаря действию азоксистрабина и дифеноконазола вы можете видеть разницу по влиянию на циркоспороз. Без фунгицидов циркоспороз на вопах. Посмотрите, какое сильное развитие. С фунгицидом Амистар Голд применили 1 литр однократно. Мы получили буквально несколько пятен. В чем важна фунгицидная обработка? В первую очередь мы снимаем болезни. Но соя у нас какая культура? Сортовая. На следующий год все эти же семена мы высеиваем. Не каждый раз покупаются новые семена на следующий год. Это не гибридная культура. Это не гибрид. Поэтому те семена качественные, которые мы получили в этом году, применив фунгицид, это вклад в урожайность и в качество следующего года. Потому что это будут дружные всходы, равномерные всходы, здоровые всходы. Поэтому применять фунгицид важно даже для качественного урожая на следующий год. Поэтому все семенные компании на своих посевах, даже если болезни нет, они всегда применяют фунгицид, потому что они знают, как важен вклад фунгицида в качественный урожай. Скажите, ну вот болезни нет, зачем я буду применять, лить продукт. Это дополнительный проход опрыскивателя, это стоимость продукта. Здесь, смотрите, представлены два сценария. Соя без болезней. Применяли Амистаргол в Воронежской области. Рамонь. Соя с болезнями. Регион Дальний Восток, где болезней много. Так вот, за счет физиологического действия без болезней, болезней не было, применили Амистаргол однократно, мы получили прибавку, сохраненный урожай, полтора центнера на гектар. Это тот самый сохраненный урожай, который мы могли бы не получить, потому что средний урожайность по стране полторы-две тонны. Здесь чуть-чуть мы увеличили за счет применения фунгицидов. В результате дополнительная прибыль с учетом прохода опрыскивателя, с учетом стоимости продукта по прайс-листу составляет без болезней порядка трех тысяч рублей. Когда были болезни? Давайте посмотрим на разницу. Без обработки получили урожайность 26 центнеров. Казалось бы, классная урожайность для Дальнего Востока. Вообще хорошая урожайность. Но сохраненный урожай с Амистаром Гол составил свыше 6 центнеров. Получили общую урожайность с Амистаром Гол 32 центнера. Это то, к чему мы можем прийти, если применять качественные элементы технологии, если применять их правильно и вдумчиво. Давайте посчитаем 6 центнеров. Дополнительная прибыль вычета стоимости обработки продуктом составляет свыше 25 тысяч рублей на гектар. Цена на сою сейчас очень высокая. И применяя фунгицид, даже когда болезней нет, высокая вероятность развития вот такого сценария, когда без болезней можно получить дополнительную урожайность, сохраненный урожай, только благодаря физиологическому эффекту. Многие, к сожалению, привыкли, что фунгицид – это только болезни. Но это касается триазолов, потому что это быстрые агенты, которые попали на лист и сразу же останавливают действие. Но при этом они быстро отработали, не обладая, как правило, физиологией. Если мы не берем ретарданты на рапсе. Сейчас мы говорим про сою. Когда мы с вами говорим про физиологические фунгициды, физиологическим действием, тогда применение их рентабельно, даже в отсутствии болезни. Сейчас я и мои коллеги, мы с вами прошли по основным элементам урожайности соя. Это обработка семян, защита от сорняков. Как снять стресс и дать культуре шанс больше реализовать потенциал. Помимо этого, у нас есть еще защита от болезней. Я почему говорила от болезней? Потому что когда мы применяем с вами инсектицид, оговорка по Фрейду произошла, честное слово. Когда мы с вами применяем инсектицид, мы закрываем болезни для отхода инфекции. Потому что любое повреждение, любая тля, любая плодожорка, что она делает? Она открывает ворота для болезни. Мы применили с вами инсектицид, мы провели профилактику болезни. И один из важнейших элементов является десекация реглона Форте и реглона Эйр. В рамках компании Сойгента, которую я имела честь и мои коллеги представить сегодня, мы с вами проговорили только про портфельные решения. Но как компания Сойгента у нас есть еще и агроклиматические сервисы, агроклиматическая гарантия, агриклайм, которую многие клиенты на юге активно используют и видят в ней прибыль. Также у нас есть различные сервисы по диагностике болезней. Поэтому Сойгента – это не только про портфель, где много интересных продуктов, которые помогут вырастить больше с одного гектара. Это еще и сервисы, и это качественное агросопровождение. А сейчас я хочу передать слово моей коллеге. На самом деле, действительно, мы получили такую преобъемлющую презентацию о здоровье сои на всех этапах роста и развития. А сейчас мне бы хотелось действительно поговорить о здоровье почвы. Как вы знаете, этот проект у нас ведется в компании Сингента. И прежде всего, что такое здоровая почва. То есть здоровая почва – это та почва, которая обладает функциями. Функциями, которые обеспечиваются биотой. Это и целлюлоза, разрушение, биодоступность, это деградация пестицидов, это супрессивность. Если мы говорим о важности для сои, этих элементов, то, конечно, вот сейчас мы говорили, да, допустим, супрессивность. Да, действительно, почва, которую выращивает сои, она должна обладать функцией супрессивности за счет того, что необходимо подавлять возбудителей болезней, которые находятся в почве. Очень важно понимать о том, что для того, чтобы соя функционировала, нужны и функции, которые обеспечиваются физическими, физико-химическими и химическими параметрами. Например, это агрегатный состав. Потому что, как вы знаете, есть гранулометрический состав, это глина, это суписи, которые мы практически не можем контролировать. Наличие агрономических ценных агрегатов, вот эта способность структуры образования, это как раз элемент здоровья почвы, и он во многом определяется наличием кальция, наличием лобильного легкодоступного органического вещества и работы микробиота, о которой мы сейчас так много об этом и говорим. Следующая очень важная специфика для сои, это именно здоровье почвы, это отсутствие фитотоксических соединений, в частности, это могут быть различные анионы. Мы приводим эти значения, особенно это подробно мы рассказываем в нашей школе. Ну и, конечно, оптимальная PH, это для сои 6,8 и 7. Кроме того, очень важно понимать, какой элемент технологии сои, каким образом может влиять на здоровье почвы, на функционирование почвы. Орошение. Орошение, с одной стороны, это благо, с другой стороны, благодаря орошению мы, к сожалению, можем замкнуть капилляры и поднимется соль из нижних горизонтов почвы, таким образом, произойдет засоление. Фитотоксичность. Ну, фитотоксичность может быть от применения гербицидов. Наверное, немногие из вас обращали внимание о том, что основной способ деградации гербицидов в PH между пятеркой и между семеркой это микробиологическая деградация. Поэтому мы тоже должны создавать условия для того, чтобы биота, который обеспечивает деградацию, обеспечил вот это здоровье почвы. Удобрения. Удобрения до того, как я вела этот проект, я к ним относилась, больше рассматривала экспозиции того, что они дают урожай. А теперь, занимаясь проектом «Здоровье почвы», я к ним еще немножко по-другому отношусь. Я к ним отношусь к тому, что удобрения должны повышать емкость, большую массу корневой системы, которая у нас останется после того, когда мы уберем урожай. И вот эта мощная корневая система, она будет основой для легкодоступного лоббильного органического вещества, которое будет обеспечивать функции почвы. Давайте вот так это рассматривать и формировать вот такие сбалансированные растения. Кроме того, несбалансированное использование удобрения, одностороннее использование удобрения – это потеря кальция. Дело в том, что кальций – очень важный элемент, который определяет наличие агрегатов. Ну и обработка почвы может привести к деструктуризации, может привести, опять же, к выносу кальция, ну и нарушению микробиологической активности, потому что, как правило, вся микробиологическая активность, о чем мы с вами говорили, да, эти функции, они обеспечиваются аэробными микроорганизмами. Ну немножко, да, соя, такая вот чувствительная культура, все так и думали, как бы ее сделать такой, отстрадает и от гербицидов, и непосредственно после применения гербицидов, и страдает от стрессов, да, от всего страдает. Вот, да, ну я сейчас за гербициды, вот именно фитоксичность, которая идет от гербицидов, как я сказала уже, да, то есть фактор разложения гербицидов – это деятельность микроорганизмов, может быть, фитоксичность из-за нарушения солевого баланса, тоже говорили, и последействия гербицидов. Поэтому надо нам работать над тем, чтобы ускорить деградацию гербицидов, и важный метод, на который бы мне хотелось обратить внимание, действительно, как сделать, вот тоже Евгений говорил, как заранее, да, предотвратить, значит, потенциальное фитоксическое действие. Поэтому наш совет – использовать метод биотестирования. К сожалению, на данный момент не существует методов химических, которые, я имею в виду агроаналитические, которые позволят определить гербициды, фитоксических концентрациях. Поэтому наш совет перед сходом снега, у кого он есть или где-то за месяц до начала сезона, учитывая то, что гербицид может двигаться по горизонту, и спускаться практически до метра, а потом при чередовании промывного и выпадного режима могут подниматься, сделать биотестирование почвы, то есть взять, отобрать образцы почвы примерно с шагом где-то 30 сантиметров и вырастить на них чувствительную культуру крестоцветную. И как раз отсутствие фитоксического картины на растениях будет индикатором того, что данная почва, данное поле находится вне зоны риска в плане фитоксического действия предыдущих гербицидов, которые применялись. Продолжение следует...